418 детей родились в Югре за новогодние каникулы. В медицинских организациях округа на свет появились 215 мальчиков и 203 девочки. Лидер по количеству новорожденных – Сургутский клинический перинатальный центр. В Ханты-Мансийской окружной клинической больнице родились 45 малышей. Сюжет Александра Амелиной. В родильном отделении Алена Ярина оказались новогодние каникулы. Спустя несколько дней ее с дочкой Никой уже встречает счастливый отец. Вместе с этой девочкой в празднике на свет в Ханты-Мансийской окружной клинической больнице появились 45 малышей. Мы ждали с нетерпением нашего ребеночка и очень рады, что она появилась именно в 2021 году, потому что это год быка и год моего мужа. У нас два бычка дома. Будет теперь. Самым первым ребенком наступившего года стала Сара из Нягани. Она родилась через час после того, как пробили куранты. Кстати, югорчане стали чаще давать своим детям необычные имена. Так в эти праздники родились Станислава и Мия. Савелий и Таисия уже стали именами привычными и популярными. Дети появились на свет в современных условиях в сопровождении опытных врачей. Материальная база в Югре традиционно очень развитая, но все же значительное средство округ тратит на обновление. Эта база у нас порядка 200 миллионов рублей. В прошлом году было затрачено на обновление материальной клинической базы, детских поликлиник, родильных домов, оперионтальных центров. В Ханты-Мансийский роддом в конце прошлого года закупили шесть современных родовых кроватей-трансформаторов. Акушеры называют их лучшим подарком как для них, так и для мам. Сталые эти хороши тем, что позволяют женщине занять максимально удобное для нее положение. Это и вертикальные роды, и роды в разнообразных позициях, что удобно, безусловно, для женщины и приятно для нас. Когда женщине удобно, хорошо, то и мы довольны тоже. Сегодня показатель рождаемости в округе почти в два раза превышает смертность и составляет больше 12%. Это десятое место в рейтинге регионов России. Кстати, с этого года федеральный материнский капитал на первого ребенка вырос более чем на 17 тысяч рублей. Югорский семейный капитал дает дополнительные права на его использование. А югорские семьи с детьми получат 600 тысяч рублей на погашение ипотеки. Подспорье немаловажное. Александра Амелина, Александр Черник, Вести Югория, Ханты-Мансиск.